Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вашему вниманию предоставляется доклад на тему «Перспективы применения СВЧ-технологий при производстве семян масличных культур и их переработке в Красноярском крае». В Красноярском крае в последнее время наблюдается заметное увеличение посевов масличных культур, в том числе и рыжика. Это связано не только с появлением районированных сортов, но и с увеличением экспорта семян за рубеж. Увеличиваются темпы производства растительного масла с внедрением различных технологий. Однако масличные культуры подвержены болезням. Для обеззараживания семян используют агротехнические, химические и физические способы обработки. Одним из таких способов является обработка семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты. По этому целью данного исследования является оценка перспективы применения СВЧ-технологий при производстве и переработке семян масличных культур в Красноярском крае. На основе поставленной цели сформулированы следующие задачи. Исследовать динамику изменения посевных площадей, отведенных под масличные культуры в Красноярском крае. Провести обзор существующих СВЧ-технологий подготовки семян к посеву. Установить зависимость и эффективность предпосевной обработки семян рыжика с помощью энергии СВЧ-поля. Предложить СВЧ-установки, которые могут быть использованы при производстве и переработке семян масличных культур. Как показывает динамика изменения посевных площадей, отведенных сельскохозяйственными предприятиями Красноярского края под масличные культуры, в период с 2015 по 2019 годы произошло их увеличение в 4,5 раза, в том числе под рыжик в 2 раза. При этом валовый сбор семян за указанный период вырос в 7 раз, а семян рыжика в 5,6 раза. Возрастающий интерес сельхозтоваропроизводителей к рыжику связан в первую очередь с устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, что позволяет возделывать его в различных почвенно-климатических зонах Красноярского края. Однако масличные культуры подвержены болезням, таким как черная ножка, мучнистая роса, серая гниль, альтернариоз и другие. Для обеззараживания семян используют в основном агротехнические приемы, своевременное и направленное приемение которых позволяет значительно снизить вредоносность заболеваний. В Красноярском ГАУ на протяжении 40 лет ведутся разработки СВЧ-технологий, которые направлены на обеззараживание семян различных культур, активизацию их роста, а также развитие растений и получение в конечном счете экологически чистой продукции. В ходе многолетних исследований установлены рациональные режимы предпассивной обработки семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты для семян рапса и рыжика. Предложены оригинальные технологии и конструкции СВЧ-установок для их осуществления. Производительность разработанных СВЧ-установок на базе одной СВЧ-печи составляет порядка 35 кг в час. Учитывая тот факт, что пассивные площади, отведенные под масличные культуры в разных хозяйствах Красноярского края, составляли в последние годы от нескольких гектар до нескольких тысяч гектар, можно сделать вывод, что производительности данных установок недостаточно. В ходе литературного обзора для требуемой производительности можно предложить использование СВЧ-установки бархан. В целом, переработка масличных культур в Красноярском крае на сегодняшний день недостаточно развита, поэтому большая часть семян, в том числе и рыжика, реализуются в другие субъекты Российской Федерации, а также за рубеж. Однако, с 2020 года в городе Ачинск на предприятии ООО «Хозяин» начато производство рапсового масла методом холодного отжима. И Красноярский государственный аграрный университет имеет разработки в данной области. В нашей лаборатории разработаны технологии двухэтапного прессования мелкосеменного растительного сырья, а также универсальный пресс с целью выполнения технологических процессов двухэтапного прессования семян. Они могут быть использованы для производства масла и семян масличных культур. Предлагаемая технология с использованием нового универсального пресса позволяет производить качественную продукцию методом холодного прессования, доведя остаточное содержание масла в жмыхе до 3-5%. На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Площади, отведенные сельскохозяйственными предприятиями Красноярского края, всех видов собственности, под масличные культуры с 2015 по 2019 годы увеличились в 4,5 раза, в том числе подрыжих в 2 раза. При этом валовый сбор семян масличных культур за указанный период вырос в 7 раз, а семян рыжика в 5,6 раза. В Красноярском государственном аграрном университете разработаны, исследованы и опробированы технологии, позволяющие повысить эффективность производства и переработки семян масличных культур, таких как рапс, рыжик и горчица. СВЧ-технологии предпассивной обработки семян с целью их обеззараживания и повышения пассивных качеств, двухэтапного прессования семян и жмыха методом холодного отжима, а также ведутся научные работы по исследованию режимов СВЧ-нагрева семян перед прессованием, внедрение которых актуально в связи с увеличивающимся спросом зарубежных стран как на семена масличных культур, так и на продукты их переработки. Продолжение следует...